смотрим мы не нарушаем закон пригласили до человека до беседующий дон два часа так христианин тумсо у тебя логика мусульманского экстремиста когда барай выбивал и пытал невинных чеченцев и не чеченцев за деньги это меньше дискредитировал чеченское сопротивление чем танцы со вдовой литвиненко чистейшая игиловская логика интересно чтобы назвать ее игиловской что в моих словах было вообще напоминающие что-то игиловская что-то какой-то отсылки дел разве он был почему вы пытаетесь постоянно вот такими вот грязными методами меня испачкать что касается бараева до помилуйте у всевышний аллах убийство любые преступления дискредитирует человека но бараев не пытается стать уже не пытаетесь не может даже принципе пытаться стать нашей властью если бы бараев пытался бы стать нашей властью мы бы ему тоже напомнили бы о том что он не может на это претендовать если бы была бы на это причина я думаю что наши чеченские внутренние какие-то вопросы мы в них разберемся сами мы нам виднее что дискредитирует что нет я не хочу эти вопросы обсуждать здесь непосредственно с теми людьми которые пытаются стать властью для чеченцев с ними я буду обсуждать я буду их критиковать сейчас я не вижу в этом какой-либо нужды не не к тем более сравнивание бараева с ними бараева уже нет живых бараев них ни на что не претендует и бараев в отличие от этих танцоров он достойно ушел сразившись с нашим общим врагом поэтому негоже этого человека вообще сравнивать даже с ними если бы эти товарищи потанцевали бы а потом сразились бы с врагом и ушли бы достойно мы бы точно также с любовью и уважением говорили бы и о них но они этого не сделали делил на прошлом стриме ты угрожал чуваку что мол пусть он ответит за свои слова недовольство бараевым перед его родственниками ирония в том что сами его родственники страшном сне если заберут все свое мужество косо не посмотрят на по поясника в течение ты наверное скоро будешь угрожать угрожать пальцы ломать там во первых был не только бараев там но назвал ублюдками и козлами ахмада ахмадовых и бараева и еще кого-то он назвал сейчас я не а цигараева и когда человек делает такие заявления он должен показать свое лицо ломать пальцы и прочее я я ему сам ничем не угрожаю но я говорю если человек дел именно оскорбляет не выражает свою критику не не говорит что с ними не согласен не выражает там свое недовольство этими людьми а именно оскорбляет причем оскорбляет называя их матерей представительницами древних профессий а ведь ублюдок подразумевает что их матери были гулящими это очень серьезное обвинение такой человек должен показать свое лицо сделать это честно так если он это делает не показывая своего лица то не стоит я думаю это обсуждать бараеве ахматов с фсбшными ксивами разъезжали по чечне и иногда постреливали в сторону федералов но не но ни в одном сражении участия не принимали они были козлами говорит леча леча и при этом ни один из них как ты говоришь не принимая никаких участия никаких сражения все они погибли именно в сражениях удивительно да как умудрились они не принимая участие в сражениях погибнуть именно сражениях один из братьев ахматовых погиб, кстати, при штурме псковского десанта, да помилуй всех Всевышний Аллах. Удивительно, что они нигде не участвовали, ни в каких боях, а погибли именно от действий врага, погибли в боях. А ты, пишущий здесь это сообщение, называющий их козлами, ты, наверное, величайший воин. Ты и сейчас, наверное, пишешь это сообщение из окопа, но ты почему-то живой. А по поводу ФСБшных ксив, да каких только ксив там у нашего сопротивления не было. И ФСБшный, и МВДшный, что только они не показывали. Такова война, партизанская война, она так и ведется, да, делались какие-то поддельные документы. А как вы думаете? Абдуллахи, Бараев, Мускеев, Цигараев были кафирами и нечистью, и иже с ними погибли от рук чеченцев, русским они на руку играли, говорит Абдуллахи. Субханаллах. Я так понял, здесь такой челлендж у вас идет. Скрыто оскорби этих героев, да, и самоутвердись. Ты, видимо, такой написал вот этот комментарий, никто не знает, кто ты, откуда ты. И ты такой написал, и у тебя самооценка в этот момент возвысилась, что ли. Ты сидишь сейчас у себя на диване, с гаджета своего вот это написал, и такой ты стал круче. Ты уже с такой большей уверенностью говоришь своей жене, да, думал, а ну-ка, а дал чай, дал сон, принеси мне чай, уже такой ты более блатной. Ты на этих героев посягнул, назвал их там кафирами, нечистью и так далее. Субханаллах. Да какие они герои? От того, что скрыто говорим о них правду, она от этого меняется? Твои ублюдки бараевские с открытым лицом не скажут слово кому-то из кадыровцев, лице мертвое имя им, ублюдкам, и предъявляй. Ты знаешь, я говорю им с открытым лицом. Тебя недостаточно, что я говорю с открытым лицом кадыровским преступникам, что они преступники. Я, правда, не называю даже их ублюдками, это не мой стиль, да, вот эти оскорбления, я себе такие вещи не позволяю. Но их преступления, я о них говорю, я говорю, что они предатели, что они недостойнейшие из недостойных. Я говорю, что кадыров, он предатель, сын предателя. Я об этих вещах говорю. Сделай это и ты. Скажи с открытым лицом, что вот те люди, которых ты называешь, что они не герои, а что они ублюдки, как ты говоришь. Для нас они герои, да помилуй их Всевышний Аллах. Итак, кадыров тут на днях провел совещание с МВД, коллегией МВД, по-моему, в общем, нам все вот эти силовики его сидели, и он там высказал такое мнение, что значит, когда они, кадыровцы, задерживают кого-либо на два часа, чтобы с ним побеседовать, в соответствии с законом. Мол, мы там, ну, такие как я, разные СМИ, мы, значит, поднимаем панику, что людей там похитили, их пытают, мучают. И он призвал не обращать на них внимания. В связи с этим я сделал такое, прям буквально перед началом этого эфира, я смонтировал видеоролик, короткий видеоролик, хочу вам его показать. Для начала я уменьшу вот это свое окошко. Смотрим. Мы не нарушаем закон. Пригласили до человека, беседуешь с ним до 2 часа. Оказывается, его задержали. Человек поехал в Пятигорск, проглотил несколько таблеток, он не проходит себя, да, он несколько дней там находился, приехал, потом домой. Ну, до этого все пишут, похитили, убили, верните. Я вот так вот это вижу, я вот так смотрю, когда Илью говорит, мы по закону, мы не нарушаем законы в России, мы приглашаем, значит, человека 2 часа с ним поговорить. И сразу же вот эта картина в голове, 2 часа, как они с ним разговаривают. Электрошокер, пакет на голову, противогаз на голову, там, затыкают этот кляп, пытки дубинками, этими полипропиленовыми трубами, наполненными жидкостью или песком, бутылками, избиения. Страшное дело, что там происходит. И Кадыр об этом говорит, приглашаем, говорит, человека 2 часа, чтобы с ним поговорить по закону. А они, говорит, поднимают панику. Такой сказочник. Субтитры создавал DimaTorzok